Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников Поклонение волхвов Иоанн Перминиатис 1525 год. Дерево Темпера 87 на 134. Взаимоотношения греческих художников и ренессансная Италия были очень интенсивны в Венеции. Этот город изданно служил своеобразным перевалочным пунктом между двумя великими цивилизациями, отодоксальной Византией и католическим Западом. Поэтому его архитектура и творившие в нем мастера представляют собой уникальный продукт в кавычках взаимовлияния восточно изысканной декоративности и духовности и художественных новаций эпохи возрождения. Иоанн Перминиатис был одним из самых известных греческих мастеров, которые работали в Венеции. В этом его произведении наглядно виден синтез двух принципов понимания живописного искусства. В творчестве мастера объединились исконные черты византийской иконописи, вытянутые пропорции фигур, застренные черты лиц и жесткие складки одеяний, которые призваны олицетворять стойкость, строгость веры и служение Господу. Лики главных героев, богоматери, Иосифа и трех волхвов канонически иконописные. Ренессансные западноевропейские традиции ярко выражены в общей композиции картины. Повествование уходит вглубь живописного поля. Оно разворачивается издали к первому плану. Интересно, что пространством выражается временное измерение. На заднем плане зритель видит волхвов, которые наблюдают вифлеемскую звезду, служащую знаком рождения спасителя. Это сцена справа. Слева за скалой видны они же, приближающие к месту действия. По преданию, волхвы пришли с трех сторон света, из Европы, Африки и Азии. Они представляют три различные расы. Поэтому художник, согласно ренессансной традиции, подробно изображает различия в этническом типе, а также в манере одеваться и даже способе передвижения. На заднем плане морской пейзаж в характерном синем цвете, олицетворяющем дальность расстояния. Некоторые объекты, дерево и звезда, нарисованы с несоблюдением перспективы и масштаба, что придает им важное символическое значение. Ну вот такое описание к работе Иоанна Перминиатиса «Поклонение волхвов. 1525 год» я нашел в интернете. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.